Встреча с Украиной Верховной Рады, где депутаты рассматривают договоренности, достигнутые накануне на встречу руководства страны с украинской оппозицией. Только что парламентарии проголосовали за отмену большинства законов 16 января, предусматривающих в том числе ужесточение ответственности за нарушения в ходе массовых акций. Однако это был не единственный камень преткновения. Подробности у Кирилла Брайнина. Милицейская баррикада из бетонных блоков. С самого утра все подходы к зданию Верховной Рады надежно перекрыты. Депутаты собрались в неочередное заседание, чтобы без всякого преувеличения попытаться решить судьбу страны. Многие говорили, это, возможно, последний шанс найти мирный выход из кризиса. Заседание начали с минуты молчания в память о погибших во время беспорядков, а потом объявили перерыв. В этот момент стало известно о том, что премьер-министр Николай Азаров подал в отставку. Правительство во время противостояния делало все для мирного решения конфликта. Мы делали и делаем все, чтобы не допустить кровопролития, эскалации насилия, нарушения прав граждан. Правительство обеспечивало функционирование экономики и системы социальной защиты в экстремальных условиях. Однако острота и опасность конфликта для наших граждан, для судьбы Украины требуют дополнительных ответственных шагов. Сегодня самое важное – сохранить единство и целостность Украины. Это гораздо важнее, чем чьи-либо личные планы или амбиции. Именно поэтому я принял это решение. В куларах Верховной Рады, впрочем, мнения, как всегда, разделились. Президент имеет право принять отставку, может, не принять. А может, на следующий день, приняв отставку, опять назначить Николая Азарова, согласно действующей Конституции. Отставка – это, конечно, есть победа в оппозиции. Мы это ставили первой очередной задачей. Под стенами парламента с утра митингуют сторонники партии регионов. А на Майдане и улице Грушевского пока тихо. Ждут, о чем договорятся политики. Пускай наши лидеры придут сюда, и мы вместе решим, что дальше делать, и каков будет план наших действий. Лидеров оппозиции здесь ждали и ночью, после переговоров с президентом. Но они так и не пришли, хотя новости вообще-то были. Принято политическое решение об отмене одобренных 16 января этого года законов, вызвавших многочисленные дискуссии. Стороны также договорились о включении в повестку дня вопроса об ответственности правительства. Арсений Яценюк не согласился возглавить правительство Украины. Переговоры будут продолжены. Виталий Кличко на этой встрече тоже отказался от поставиться премьера. Зато договорились проголосовать в Верховной Раде за закон об амнистии для всех участников беспорядков. Но важное условие – амнистия вступит в силу только если радикалы освободят все захваченные здания. Но, похоже, они пока не собираются. Оппозиция и отряды западноукраинских активистов оказывают все большее давление, расширяют поле захваченных ресурсов. И пока не видно, где они могут остановиться. Во Львове мастерят вот такое обмундирование для тех, кто на Майдане и поблизости. Очередную партию отправили в Киев. Экипировку, которая уж точно нужна не для переговоров. Кирилл Брайнин, Виталий Катченко, Евгений Лямин, Олег Слюсаренко и Алексей Зуев. Первый канал. Украина.